Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А мы говорим вам, как обычно, смотрим пятерку, получаем десятки. Руди, пятерка! В нашем региональном туре, а мы сейчас играем именно его, сложилась непростая ситуация. Вот это чрезвычайная ситуация. Вот у меня тоже указка с игры про чрезвычайные ситуации. Итак, чрезвычайная ситуация. Две команды набрали равное количество очков. Сто девяносто пять. И это хорошо. Но Светлогорск набрал двести пятьдесят. Так что Светлогорск в финале. А вот эти самые две команды, которые в двух разных играх набрали равное количество очков, не могут сразу выйти на финалисты и должны сначала разобраться между собой. Слева от меня в синих шарфах Волосович и школа Октябрьского района капитан Влад Бусил. АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня команда Мозыря. Гимназия имени Янки Купал и Петр Лиховец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, с Волосовичами работает Людмила Николаевна Стукач, а Мозырян окормляет Змитрий Ростислав Маркович Миневич. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, начинаем с блеф-игры. Команды опытные, команда уже знает правила. И я сразу обращаюсь к Владу. Дорогой Влад, у кого самая мощная интуиция? У Олеси. У Леши. Великолепно. Петр. Пойдет Костя. Пойдет Костя. Великолепно. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, блеф-игра. Верите ли вы что? Траву-зубровку охотно едят зубры. Фальстарт у вас Мозырь. За этим очень строго следит наш электронный судья. И первый шанс у игрока из Волосович. Верю. Да, конечно. Почему она, собственно, и названа зубровкой? Подметили в народе. Зубры очень неровно дышат к этой травке. Пять очков. Повели. Верите ли вы, что на короне американской статуи свободы семь лучей? Прошу. Верю. Да, они символизируют семь континентов. Вот у западных людей почему-то семь континентов. Верите ли вы, что на Руси заяц, перебежавший дорогу, это к несчастью? Да. Не верю. А вот Александр Сергеевич Пушкин верил. Верил в это и говорил, ох, был бы я борзой. У жоп я этого зайца поймал. Теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что ящур – это болезнь скота? Фальстарт у вас. И снова у Октябрьского района шанс. Верю. Да, конечно, только скота – это болезнь крупного, даже, собственно говоря, рогатого скота. И заканчиваем. Верите ли вы, что стетоскоп используется для измерения давления? И снова фальстарт у Мозыря. Октябрьский? Нет. Нет, для прослушивания грудной клетки и вообще прослушивания всего, что есть в человеческом организме. Потрясающий результат после блеф игры. 20-0. Волосовичи. Октябрьский район повел. 20-0. Ну и монстра выпустили. Потрясающий. Ну что ж, основная наша игра – игра дуэльная. Пять очных поединков пятерых разных игроков. Один раунд, один бой, один игрок. Итак, начнем. Темы боев. Первый бой – история. Второй бой – филологические, общее слово. Третий бой – науки. Четвертый бой – культура. И пятый бой – вселенная. Все, что нас окружает – это вселенная. У вас 5 секунд, чтобы принять решение. Поехали! Время истекло. Петр Лихаревич сейчас мне напоминал Чапаева из известного фильма. Тут картошек ему не хватало. Вот командир впереди на реком коне. Ты здесь, ты здесь, ты здесь. А вон там победа. Ну посмотрим. Итак, история. Влад, кто у вас историк? У нас историк Илья. Илья. А у Петра? Максим. Илья, пройдем, Максим, вперед. Я думаю, вы оба люди разумные и легко ответите на первый вопрос. Этот биологический вид появился на территории современной Беларуси около 25 тысяч лет назад. Да? Homo sapiens. Я уже говорил, вы люди разумные. Ответите, Homo sapiens, конечно же. Вы правы. Идем по исторической линейке. Средневековье, новое время. А что потом? Да. Новый свет. Что, что, что? Новый свет. Вы не правы, прошу. Новейшее время. Новейшее время или новейшая история. Вы правы. В этой стране в 60-х годах прошлого века была культурная революция. Прошу. Китай. Китай, конечно же. Хунгвейбины там учили, как нужно жить людей. Играем. Во время четвертого крестового похода был взят и разграблен этот вовсе ненаселенный неверными город. Фальстарт у вас, Октябрьский. Есть шанс у Мозыря. Константинополь. И вот так счет сравнялся 20-20. Играем дальше. Общеизвестно, что этот царский головной убор весьма тяжел. Фальстарт, Октябрьский. И слушаю вас. Шапка Мономаха. Тяжелатый шапка Мономаха. Пять блестящих правильных ответов. И вот Мозырь впереди 25-20. Следующий бой. Филологическая тема, филологическая тема, общее слово. Несколько определений должны подходить к одному существительному. Итак, кто готово так поиграть словами у вас? Влад. У нас готова Настя. Настя готова полностью. Петр, кто у вас? Саша. Итак, Настя против Саши. Вперед. Итак, внимание. Общее слово. Гербовая, фабричная, почтовая. Марка. Марка, вы правы. Дверная, веревочная, мертвая. Прошу. Ручка. Мертвая ручка, ну-ну. Петля. Петля, конечно же. Железная, проселочная, жизни. Прошу. Дорога. Дорога, конечно же. Шелковая, орденская, пулеметная. Очередь. Шелковая очередь, это интересно. Прошу вас, Настя, у вас есть шанс. Шелковая. А? Орденская, пулеметная. Лента. Шелковая лента, орденская лента, пулеметная лента. Жизненный, химический, горький. Опыт. Опыт, конечно же. Сумела Настя дать правильный ответ. И счет стал 25-40 в пользу Мозыря. Следующий бой. Не зря у нас этот год, год науки. Не могли мы обойти эту тему и у нас. Итак, тема третьего боя науки. Влад, кто готов? Леша. Леша. А у Петра? Я пойду. Итак, Леша против Петра. Вперед. Идя Коктябрьский против Мозыря, Алексей против Петра. Науки. Как по-латыни будет наука о лечении? Да. И что на взале? Медицина. Это правильный ответ. Пять очков. Играем. Эта теория изучает, например, орлянку. Теория игр. Теория игр. Орлянка – это игра в монетки, да. Как называется наука о рациональном питании здорового, ну а тем более больного человека? Фальстарт у вас, Котябский. Петр? Диетология. Диетология плюс пяточку. Глециология – это наука о них. О ледниках. О ледниках, отлично. И знаменитый Стивен Хокинг представляет именно эту науку. Стивен Хокинг – физик. Он физик, великолепно. 25 очков, так легонько добавил в копилку команды Петр. 25-65 Мозырь на пути к финалу. Играем. Четвертый бой у нас «Культура». Ну, «Культура». Идет Илона. Илона – наиболее культурная в школе Волосович. Прошу вас, Петр. Костя. Итак, Илона против Кости. Вперед. Тема «Культура». Он написал балет «Лебединое озеро». Фальстарт у Мозыря. Илона. Чайковский. Чайковский, прекрасно. Так называется каменное вместилище для древнеегипетской мумии. Да? Склеп. Склеп. Это для средневекового рыцаря. Прошу. Гробница. Не гробница, а саркофаг это называется. Играем. Эта греческая муза была покровительницей науки истории. Ой-ой-ой. Звали ее Клио. Теперь вы это знаете. Продолжаем. Термин «блокбастер» применяют по отношению к этому произведению искусства. Прошу. Это фильмы. Да, фильм, кино, фугаска буквально, блокбастер. Великолепно. Именно этим восклицанием знаменитый режиссер Константин Сергеевич Станиславский. Восклицание его знаменитое. Три, две, одна. Я не верю, что кто-нибудь не знает еще этого ответа. Не верю, конечно, кричал Станиславский, видя плохую игру своих актеров. А, честно говоря, готов поверить в любой счет, который у нас появится на экране. 35-65. Чуть-чуть, Илона, подсократила разрыв. Мы играем в следующий бой. Итак, бой «Вселенная». Ну, «Вселенная» по большому счету – это все, что нас абсолютно окружает. Кто? Пойду я. Хорошо. А Петр у вас? Пойдет Соня. Итак, Влад против Софьи. «Вселенная». Итак, «Вселенная». «Пруксима Центавра» – самая такая к нам звезда. Прошу. Близкая. Близкая. Браво, Влад. Эти дыры над южным полушарием – нарушение защиты нашей планеты от ультрафиолета. Прошу. Озоновые дыры. Озоновые дыры – блестящий ответ. Как рассказали нам наши друзья из МЧС, это чрезвычайная ситуация экологического характера. Играем. Орбитальный телескоп назван в честь этого знаменитого астронома. Да? Хаббл. Хаббл, да, вы правы. Робот по кличке «Любопытство» или «Кирьюзити» находится сейчас именно на этой планете. И так уж много роботов у нас бродит по соседним планетам. Да. Марс. Марс, конечно же, господи. Марс у нас как планета шелезяка. Воды нет полезных ископаемых, нет нас или на роботами. Играем. Так называется расстояние, которое свет проходит за год. Фальстарт у вас, Влад. И Софья. Световой год. Световой год. Браво! 55-70. Мозырь по-прежнему впереди. Но перед нами тест-игра. Итак, внимание, тест-игра у нас сегодня «Религии мира». Влад, это очень сложная тема. Может быть, для кого-то очень простая. Кого вы отправляете в бой? Отправляю Илью. Илью. Прекрасно. Кого посылает буквально на распятие Петр? В «Религии» хорошо разбирается с вами. Ну хорошо, вперед, ребята! Итак, ваша задача – выиграть кнопку в нашем скоростном централизованном тестировании и дать правильный ответ. Выбрать один из вариантов. Итак, внимание. Священная книга иудаистов – это А – Коран, Б – Танах и Ц – Веды. Да? Коран. Коран – это у исламистов. Прошу, Софья. Ответ – Б. Ответ – Б – Танах, разумеется. Вторая по численности верующих мировая религия – это А – христиане, Б – мусульмане и Ц – буддисты. Софья? Ц. Буддисты, да не так уж их и много, несмотря на то, что они в Китае с Пастаниной. Прошу. Б. Б – мусульмане, вторая. А первая – это христиане. Внимание. Мессия или Мешах в христианстве означает А – помазанник, Б – избранный, Ц – спаситель. Да? Б. Б – избранный – это Нео у нас избранный в матрице. Спаситель. Спаситель – это Иешуо, Иисус. А Мессия – это помазанник. Теперь вы это знаете. Основатель буддизма до просветления был А – разбойником, Б – отшельником, Ц – царевичем. Фальстарт у вас, Октябрьский. Софья? Ц. Ц – царевич Гаутама, разумеется, был он царским сыном. Вы правы. Более 50% населения США – это А – католики, Б – протестанты, Ц – мусульмане. Да? А. Католики, да ничего подобного. Софья? Б. Б. Протестанты. Протестанты? Отлично. Итак, протестанты. И после теста игры религии мира – 60-90. Славь, играем! Есть такая наука социология, наука об обществе. Ну, как говорил один из классиков марксизма-алинизма, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Поэтому какие-то начатки социологии вы должны знать. Итак, у нас сегодня социологическая азбука. Влад, кто разбирается в обществе у вас вообще? Илона. Илона. А, в культуре она рубит, то есть она уже и социологию взяла на себя. Хорошо? Петр? Максим. Да, это будет нелегкий бой, это тяжелая битва. Итак, Илона против Максима. Славь, играем! Вперед! Илона! Илона! Ничего сжать не нужно. Начинаем с вас, Максим. Вы представитель пока лидирующей страны. Итак, какой-то социологический термин появляет сейчас на экране. Буква, и вы называете этот термин. Максим, прошу. Буква А. Это аттестация. Аттестация – это неправильный ответ. Прошу вас, Илона. Анкета. Анкета, конечно, один из инструментов социологии. Десять очков на подборе взяла Илона сейчас и чуть-чуть подняла свою команду. Илона, следующий слайд для вас. Вот символическое такое изображение придавило такого простого человека. Бюрократия. Бюрократия! Отлично! 15 очков взяла. Макс, прошу вас. Нет? Нет. Нет. Илона? Воспитание. Ну, в принципе, да, тут типа воспитание, но, как говорят в фильмах, не пытайтесь это повторить. Это неправильное воспитание. И снова 10 очков в Октябрьске. Илона, браво! Следующий слайд для Илоны. Гендерность. Гендер, да все о мужчинах и женщинах. Мужское-женское соотношение. Блестяще. 15 очков. Максим, ваш шанс. Тишина, тишина. Дарвинизм. Дарвинизм? Да нет, дарвинизм как раз от низшего к высшему. Илона, у вас шанс. Тишина. Деградация. Деградация, да, вот. Как от человека можно обратно превратиться в обезьяну. 10 очков на оборе. Блестяще играет Илона. И развивайте успех. Жесты. Жест, да, тоже один из неотъемлемых от общества вещей. Максим, я все-таки верю в вас. Вперед. Закон. Закон. Браво! Илона, ваш шанс. Деградация. Вот такая вот вещь на букву И. Индивид. Как, как? Индивид. Индивид, это когда один. Может, Максим сейчас добьет? Иерархия. Иерархия, конечно. Вот такая иерархическая пирамида, иерархическая лестница. Максим, развивайте успех. Последний шанс для вас. Тишина. Тишина. Абсолютная тишина. Карьера. Карьера, да, нет. Илона, вот две группы, и все, они комментируют. Микрофон. Коллеги. А заметьте, как их раздирает противоречие. Как и у нас это конфликт. Прошу, Илона. Лидер. Лидер. Я думаю, что вот после этого я могу, по-моему, вашу команду определить как лидера. 150-115 в пользу Октябрьского. Ну, как неоднократно показывал Петр Лиховец, он сможет выдачить команду еще и не из такой чрезвычайной ситуации техногенного характера. Итак, Влад, кто у вас в бой идет? Пойду я. На риск игру. Великолепно. Петр. Да. Капитанская игра. Вперед. Итак, риск игра. Единственная игра, в которой у нас есть штраф. Правильный ответ. Плюс 20. Великолепно. Неправильный. Вот тут вы кидаете свою команду на 20 очков. Так что давайте любить команду и рисковать разумно. Итак, внимание, риск игра. Первый вопрос. История. В первом столетии до нашей эры произошло восстание римских рабов под его предводительство. Петр. Под предводительством Спартака. Спартака – это правильный ответ. Общее слово. Мудрое, ушастая, хрустальная. Влад, сова. Да. Третий. Геммология, как известно, изучает камни. А вот какие камни? Тишина. Тишина. Гробовая тишина. В студии, я вообще прошу. Решающая. Да. Драгоценная. Вы правы. Именно в этом жанре работал русский художник Исаак Левитан. Тишина. Петр. Он пейзажист. Это жанр пейзажа. Вы правы. И перед последним вопросом, перед последним вопросом счет у нас. 170. Октябрьский. 175. Мозырь. Решающий вопрос. Тема – вселенная. Философский словарь определяет это, как весь мир, бесконечный во времени и пространстве. Петр. Вселенную. Вопрос на школу, как говорится. Да, именно так он определяет вселенную. Мозырь, вы в финале. АПЛОДИСМЕНТЫ Сунировать телерадио компании Гумель, которая вместе с Гумельским облсполковым, собственно, организует и поддерживает нашу, вроде, пятерку. Уникальнейшую викторину для школьников. Ну и единственное, что я могу сказать Октябрьскому. Вы храбро бились. Игра была практически равной. Еще раз аплодисменты Владу и Илоне. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а мазыряне буквально через неделю, в следующую субботу, в 13.35.4, встретятся с потрясающей мощной командой из Святогорска. Принципиальное будет сражение, так что не пропустите. Включайте нас. Беларусь-4, РУД-пятерка. Самое главное помните. Смотрим пятерку. Получаем десятки. РУД-пятерка. РУД-пятерка.